Привет друзья! Актеры нередко повторяют в жизни судьбы своих героев. Елена Сафонова не стала исключением. По странному стечению обстоятельств, звезде кино пришлось пройти через многое из того, что выпало и на долю ее героини Ольги. Мистика или нет? Как переплелись судьбы Елены Сафоновой и ее героини из Зимней Вишни? Возможно, это мистика, которой в кино всегда было немало, а может быть, актер, решаясь сыграть ту или иную роль, как бы заранее соглашается с тем, что для него тоже приемлем подобный жизненный сюжет. И при определенном стечении обстоятельств, словно списывает сценарий у своего персонажа, как бы там ни было, среди самых точных таких попаданий. История актрисы Елены Сафоновой. Ей исполнилось 63 года. Она вспоминает самые яркие события в своей жизни и повороты судьбы, во многом повторившие то, что произошло с ее экранной героини из любимого всеми фильма «Зимняя Вишня». Студенткой Елена Сафонова привлекала всеобщие восхищенные взгляды. Она смело и красиво одевалась, эффектно курила, да и вообще выделялась среди других студенток актерского факультета в ГИКа. За ней стал ухаживать молодой актер Виталий Юшков, с которым она познакомилась на съемках фильма «Семья Зацепиных». Ухаживание, признание и вот уже подано заявление в ЗАГС. Перед свадьбой 20-летнюю Елену вдруг накрыли сомнения, но она не решалась огорчать родителей и жениха и все-таки пошла под венец. Несмотря на быстрое разочарование в этом браке, Сафонова оставалась женой Юшкова 6 лет. Говорили, что одной из причин развода стало чрезмерное пристрастие мужа к спиртному. Позже Елена полюбила бизнесмена из Армении, эмигрировшего в Америку. Он был женат, поэтому она старательно скрывала его имя. Но журналисты все же рассекретили избранника актрисы. Им стал Вачи Мартиросян. Богатый и успешный мужчина звал Елену в США, обещая материальную помощь и карьерный рост. Но замуж не звал, и она никуда не поехала. Впрочем, эта связь принесла ей гораздо больше, чем карьерный рост и деньги. Сына Ивана, которому Сафонова дала свою фамилию, она стала матерью-одиночкой, как и ее героиня. Говорили, что долгое время Мартиросян даже не знал, что актриса родила от него сына. Роман с женатым человеком, который клялся в любви, но сам постоянно возвращался к жене на какое-то время, лишил Елену веры в искренность мужчин. Она решила круто изменить свою жизнь и уехала во Францию на съемки новой картины под названием «Аккомпаниаторша». И здесь ее настигла любовь. Многие считают, что французский актер Самюэль Алабарт – практический прототип иностранного мужа ее героини из «Зимней вишни». Поначалу все у актерской четы было замечательно. Сафонова вышла за Алабарта замуж, переехала во Францию. Там у супругов родился сын Саша. Елена Всеволодовна быстро выучила французский язык и успешно снималась в кино. На волне успеха вышло несколько фильмов. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео. Субтитры создавал DimaTorzok